всем еще раз привет давайте начинать у нас сегодня вторая лекция будет посвящена основе обработки сигналов и в целом их представления мы в прошлом раз на вводном занятии обсуждали схему пайплайна в голосовых ассистентах вот и стоило упомянуть еще такую вещь что здесь действует принцип мусор на входе мусор на выходе то есть условно если у нас где-то в начале пайплайна плохо работает спич-энхэнсмент или плохо работает hot word detection то дальше уже нет смысла там улучшать качество и сара или качество интент рекогнайтера потому что в целом вот на этом этапе запрос не будет распознан или будет наоборот распознан там где его нет поэтому эти компоненты важны как раз обе которые мы будем эту и следующую лекцию говорить и ну и в целом сегодня разберем как устроены цифровые сигналы как они кодируются как представляется план примерно следующий то есть немного проговорим про звук и про речь обсудим вспомним мат аппарат преобразования фри и из этого поймем там как устроены цифровые фильтры как описывается спектр человеческого голоса какие там компоненты есть один из краеугольных камней в обработке сигналов это теорема свертки но нам будет полезно там и в выводе теоремы об отчетах и в описании фильтрации и импульсного отклика помещений плюс с помощью теоремы об отчетах мы поймем почему там и как кодируются цифровые сигналы ну и в конце обсудим адаптивные фильтры на примере подавления акустического эха давайте начали подискутируем что такой звук какая волна ну какие у нее свойства там в каких средах она может распространяться или нет ограничений вообще нет и вакууме может ну то есть это упругие колебания да они для них обязательно нужна среда которые эти локальные изменения давления будет по себе распространять но здесь такая хорошая визуализация 2002 года сайта как импульс по среде распространяется то есть видно что сами частицы они не путешествуют по пространству а именно переносят то есть растяжение и сжатие ну и здесь если у нас какой-то источник периодически колеблется то видно как от него исходят волны соответственно если он колеблется там бесконечно и это все в идеальных условиях то можно там смотреть на отклонение от положения равновесия какой-то частицы и она будет во времени описываться там такой красивый гармонической кривой там синусом косинусом вот красная точка она всегда колеблется относительно своего положения равновесия она никуда не ни вправо ни влево не путешествует какие за эти характеристики звука в каких единицах она измеряется ну да то есть вот здесь для примера период равен одной секунде то есть частота это обратная величина то есть один герц помимо не амплитуду как почувствовать в реальной жизни сила но обычно говорят либо того мощности звука это энергия в единицу времени либо об интенсивности то есть эта энергия на единицу времени и на единицу площади но все она описывается энергией вот энергия на размерности с амплитудой как связано может помните ну квадратично если из физики помните то энергия нас амплитудой связан квадратично соответственно это временное представление сигнала и бывает удобнее описывать в спектральной спектральной области то есть конкретно для этого простейшего сигнала будет всего одна частота на одном герце только . все остальные частоты отсутствуют опять же если это такое красивое гармоническое колебание бесконечное во времени то есть как только она становится ограниченным спектр уже будет ну вот не из одной палочки он будет более сложным и в целом такие красивые гармонические колебания они обычно очень неприятно звучат то есть этот может быть какой-то очень монотонный свист это там будет понятно на какой-то ширине но довольно неприятно вот реальные сигналы сложные они далеко и не такой вы формы описываются и не таким спектром и можно посмотреть на сигнал сейчас моего микрофона то есть вот мы с вами говорим на лекции слева показанной формы справа показан спектр вот по короткому фрагменту голоса видно что человеческая речь нам далеко не описывается там какими-то очень красивыми кривыми то есть там в моменте постоянно меняется частота постоянно меняется амплитуда ну и спектр тоже видно скачет вот если мы хотим что-то близкое к гармонике то вот можно пытаться посвистеть ну это видно что там были как бы по амплитуде модуляции и частота дребезжала но и долго вы наверное не сможете слушать опять же там на какие-то как думаете как связана длительность сигнала с его ширина и спектра ну допустим какой-то вот свист долгий ну то есть если какой-то у вас есть очень короткий во времени сигнал например вот хлопок то смотрите как скачет сразу спектр на всех частотах да ну и соответственно какой нужен аппарат для описания спектра вы считаете математический что про него помните окей ну давайте кратенько тогда напомним при после того как поговорим в целом о сигналах то есть я вам сейчас какую-то картинку показывал в г-пайтер ноутбуке да вот с этими более менее реальным сигналом но понятно что вот эти волны растяжения сжатия распространяются по пространству доходит до микрофона у микрофона обычно есть мембрана которая вот под воздействием этого давления тоже начинает колебаться и эти колебания мембраны переходят в сигнал электрический может быть либо микрофон в либо магнит в микрофоне либо какая-то другая компонента которая за счет механического движения мембраны будет создавать изменения в электрических сигналах напряжения поскольку сигнал этот аналоговый он может сэплироваться но у него нет вообще никакого ограничения то есть напряжение она может быть там тысячную вольта и там десятитысячные на какой угодно шаг изменяться и точно также по времени мы можем там с довольно короткими интервалами этот сигнал брать условно там раз в наносекунду раз в миллисекунду там вопрос только в том насколько мы аппаратно это сможем делать но понятно если сигнал как бы с неограниченной точностью хранить по амплитуде и с неограниченным разрешением по времени то довольно быстро память закончится поэтому есть такая компонента как аналоговый цифровой преобразователь и он как раз определяется глубиной бит то есть вот видно что был такой примерно непрерывный сигнал сейчас его значения вышли на какие-то вот например вот в этих двух точках значения одинаковые и в этой такой же здесь то есть мы его квантовали по амплитуде перешли от всевозможных непрерывных значений к набору дискретных да и по времени и вот как вы считаете с каким шагом стоит бить сигнал по времени ну то есть вот у нас есть одна секунда звука насколько ее вот маленьких интервалов надо разбить чтобы качественно сигнал описать дискретное представление просто если наносекунда то у вас это будет 10 9 еще нужно сколько-то бит чтобы каждое значение описывать то есть кажется что там одна секунда звука может не там сотни или тысячи бигабайт занимать но не будет такое избыточное описание может вам нужно меньше и тем более может быть это от приложения зависит ну давайте вот сейчас обсудим как выбрать на самом деле вот этот интервал дискретизации и от каких параметров это зависит вначале вспомним математику наверное придется потерпеть это будет лекция самым большим количеством формул на слайдах но надеюсь они для вас не новые если у вас есть какая-то периодическая функция что она строго с каким-то интервалом повторяется например здесь вот такая единичная ступенька и с шагом l она вот бесконечно продолжается ее можно продолжить в ряд фурье там конечно есть чем ограничение что она должна иметь конечное число разрывов но в целом довольно широкий класс функции этим требованием удовлетворяет соответственно ряд фурье у него он бесконечный есть коэффициенты декаты которые можно вычислить с помощью вот исходной функции вот здесь для примера это все посчитано то есть это минус или пополам дель пополам подставлено ступенька сюда там ее понятно легко интегрировать на единичном интервале вот и получается такая зависимость как синус x на x но что есть интереснее что поскольку это ряд то у нас спектр дискретный то есть он состоит из вот конкретных компонент вот одной частоте на второй частоте на 3 ну вот сама вот это соединенная кривая она просто показана чтобы общий закон отображать здесь это первое что хотел сказать второе что я хотел сказать вот эту закономерность между длительностью во времени и спектром то есть вот здесь 1 0 функции в точке единицы на h0 h0 это ширина этого импульса и если он у нас будет сужаться то есть такое очень узкую ступеньку переходить то спектр будет наоборот шире величина будет большая и будет больше таких компонентов и в целом сколько вот это такое частотное описание сигнала некоторые то надо конечно вот здесь x это время да а здесь f это уже поскольку преобразование free от вот переход там он в обратных единиц если мы говорим про временной сигнал здесь будет единица на секунду если мы говорим про там какое-нибудь изображение него там будет обратная то есть единица на там длину синиться на метр условно снимать картинки захотим free взять да то есть спектр дискретный есть взаимосвязь между шириной во времени и шириной в частотное представление плюс вот эта ступенька то здесь у нас была единичка единичка потом она резко становится нулем и чтобы описать то вот такой резкий переход нам нужно сумма ну вот большого числа гармонических функций экспонент или там синусов косинус поэтому видно что вот эти частоты они но бывают как единиц на f но в целом их там довольно много то есть это порядок бесконечно действительно там нет такого что начиная с какой-то частоты они все нулевые потому что но вот чем такой более резкая перепад в во времени тем больше будет частот но понятно что таких функций не так много вот строго периодических поэтому для не периодических я придумал преобразование которые тоже на той же ступеньке показано и когда функция не периодическая то у нее уже будет не ряд а интеграл фри и частоты уже непрерывно здесь спектр он непрерывный и но понятно все с той же закономерностью что чем уже во времени тем шире по частотам стоит еще сказать что в целом это преобразование комплексно значное вот мы но и сегодня и в целом в течение всего нашего курса будем говорить в основном про амплитуду потому что она как раз показывает распределение энергии по частотам какие вы знаете свойства преобразования время помимо того что на слайде но свойства это обычно какая-то закономерность там преобразование линейная или не линейная как считаете нас это преобразование фари она интегральная интеграл это штука линейная поэтому если у нас есть две функции там у от x и же от x то фри и от их суммы будет равно сумме буфри образов точно также на какое-то умножение на констант он и реагирует если мы домножим функцию там на альфу то альфа просто из интеграла вынесется этому образ альфа умножить на у от x равен альфа умножить на образ вот x эта штука линейная вот но наверное самым интересным свойством является теорема свертки напомню что свертка такая операция есть функция у 1 и у 2 мы хотим посчитать свертку то есть у нас функции непрерывные мы считаем такой их интеграл здесь одна одна один аргумент зита другой f минус зита то есть у нас такая что-то вроде кросс корреляции между этими функциями считается и сама теорема заключается в том что у нас произведение функции во времени если мы считаем фри образ то он переходит в свертку их фри образов и наоборот если у нас во времени есть свертка то в частотном пространстве она переходит переходит в произведение фри образ соответственно это та же свертка которая бывает и она существует и для дискретных функций здесь просто будет не играла сама давайте на примере посмотрим то есть выставим пусть у нас есть какая-то у от x у первая с голосовой формой то есть минус x квадрат в экспоненте во времени она вот выглядит как нормальное распределение понятно если посчитать преобразование фри от нее то она будет тоже гауссовая функция на ну вот симметрично это стиль на 0 там опять же с шириной обратно пропорциональной ширине во времени пусть теперь еще есть другая функция то есть вот косинус на какой-то частоте конкретной там f0 его фри образ это дельта функция то есть там только одна частота при ф равно f0 и все остальное 0 и нас теперь интересует например фри образ от вот такого импульса то есть у вас одной стороны вот такая форма по времени с другой стороны там вот есть несущая частота у 2 от x и произведение вот таким образом выглядит чтобы посчитать фури образ можно конечно это сделать там но полностью проинтегрировав можно воспользоваться свойством о свертке то есть нам нужно посчитать свертку между первым фури образом и вторым фури образом и когда мы считаем свертку с дельта функцией помнить в целом по дельта функции но эта штука которая определена только под интегралом и если мы интегрируем с дельта функции то мы переходим в условно интеграла g на дельта x по иксу будет равен g в 0 дельта функции то есть условно у нас здесь 0 дельта функции это f минус f0 поэтому интеграл с дельта функции перейдет в ну по сути фури образ первый на частоте f минусов 0 то есть у нас был была функция был ее спектр был косинус была его частота и фури образ вот такой сложной функции такого импульса переходит в просто сдвинутый спектр ну вот по сути огибающий его такая теорема но это все было для непрерывной функции но мы хотели вообще поговорить про дискретизацию поэтому обсудим как вот можно от непрерывной функции перейти к дискретной и что это на нее наложит пусть у нас опять есть такая невероятная функция от x мы хотим ее с каким-то шагом дискретизировать и дискретизировать будем с помощью с той же дельта функции то есть на каких-то конкретных точках умножим на сумму таких дельта функций на конкретных позициях и чтобы интегрально у нас все сходилось то есть интеграл вот в таком прямоугольнике давал вот же умножить на x нам еще нужно будет здесь на дельта x намножить соответственно по сути вот эта наша функция которая нужна для дискретизации такая последовательность импульсов и мы можем посмотреть на его фури образ то есть поскольку эта функция периодическая то мы можем вначале и разложить в ряд фури там посчитаете все коэффициенты от дельта функции они будут единицы на дельта x и потом уже после разложения в ряд мы можем применить к ней интеграл фури и фури образе получить что это будет тоже такие набор дельта функций соответственно у нас у житая определяется произведением то есть исходные функции на функцию дискретизации поэтому фури образ у житой он будет равен свертке исходный фури образа исходной функции и фури образа вот нашей функции дискретизации соответственно здесь показано как посчитать свертку мы считаем интеграл с фури образом исходной функции и фури образ функции дискретизации у которой аргумент сдвинут то есть f минус к дельта x минус дита ну и вот как мы до этого обсуждали свой свойства этого интегрирования что у нас нужно подставить в функцию у 0 дельта функции здесь это будет f минус к на дельта x таким образом следите за руками была функция у от x у нее был фури образ некий там у от f после того как мы ее начали дискретизовывать то фури образ от дискретизованной функции он будет равен бесконечному ряду сдвинутых исходных фури образов то есть вот на картинке лучше видно условно была некоторая непрерывная функция у мы ее но у нее вот есть такой спектр у от дельта x как только мы с каким-то шагом начинаем не критизировать то у нас появляются дополнительные спектры кратные единицы на дельта x наверное сам формульный вывод мог быть сложным но вот эта идея понятна с повторением спектров соответственно чем у нас получается если мы берем очень маленькие дельта x то у нас эти спектры разносится далеко и наоборот если мы берем слишком большие дельта x то они начинают сближаться и в какой-то момент могут перекрыться соответственно если мы выбираем хороший интервал дискретизации то есть когда они у нас не перекрываются то в целом по фури образу дискретной функции мы можем установить исходную то есть по сути взять с дополнительными спектрами фури образ наложить на него маску прямоугольную такая оконная функция которая будет равна нулю везде кроме вот первого интервала спектра получается после произведения у нас образ оригинальной функции и мы можем взять от него обратное преобразование фури и получить исходную непрерывную функцию то есть идея что если мы правильно подобрали шаг дискретизации нам его в целом достаточно чтобы полностью восстановить непрерывную функцию почему появляется шаг но мы в целом хотим с каким-то ну как-то функции дискретизовать то есть мы поняли что они непрерывные непрерывные нам не подходят мы хотим как-то в компьютере хранить дискретные представления вот поэтому вводится какой-то шаг дискретизации delta x и с учетом свойств преобразования free получается что free образ дискретизованной функции он будет повторяться с этим шагом то есть вот как только мы ввели сэмплирование у нас появляются дополнительные спектра то есть на частоте минус единицы на дельта x минус 2 на дельта x минус 3 дельта x то же самое в положительную область тем они ближе друг другу на то есть вот здесь на тренировок очень маленький и они довольно далеко от себя друг от друга не реально но сейчас надо дальше это будет это просто из-за того что мы поставляем именно математические или образ и мы просто поставляем то есть сама бесконечная сумма пока разных этих образов но и если они не прикрываются то эта сумма нормальная если не прикрывается то это проблема мы соответственно вот здесь мы можем легко наложить окно на этот free образ и установить непрерывную функцию вот здесь мы действительно тоже все еще это можем сделать если у нас шаг слишком редкий то уже не можем потому что вот здесь есть перекрытие этих максимумов и чтобы мы с спектром этим не пытались сделать но исходной функции мы по нему не восстановим это вот называется наложение частот или frequency alizing но вот здесь тоже на таком примере еще можно показать что пусть у нас нацемплированы какие-то точки и надо понять какую какая непрерывная функция им соответствует кажется что хочется просто взять и их полностью соединить таким образом но в целом через все те же самые точки проходят и вот такой синус на частоте там 16 исходный вот и по сути по ним мы не можем как бы однозначно сказать этого первый или второй ну и соответственно вот это была мотивация и в целом почти что вывод теорема котельникова ну теорема котельника на и кристошеннона потому что как раньше бывало несколько людей примерно к одним и тем же выводом приходили с небольшой разницы во времени про то что если есть какая-то непрерывная функция вот сигнал там x от t и у него спектр ограничен то есть в его спектре содержится частоты не выше чем b то его можно полностью описать и ну по сути восстановить если сэмплировать с точки с частотой единицы на 2b то есть вот здесь у нас было ну по сути у нас шаг дискретизации был дельта x на единиц на дельта x появляется дополнительный спектр а вот между ними единица на 2 дельта x это вот частота найквиста что вот если у вас f max он меньше чем частота найквиста то спектр можно восстановить исходную непрерывную функцию можно однозначно установить по этой формуле здесь синк это синус x деленный на x если уже это не не выполняется то есть вот здесь частота найквиста видно что она ближе чем максимальная частота то установить исходную функцию не получится да соответственно как она почему-то какая интересная функция получается здесь то есть синус x на x потому что по сути мы домножаем на прямоугольное окно фурии образа прямоугольного окна это синус x деленный на x и и произведение в простанцы частот приходит в свертку во временном пространстве поэтому вот здесь свертка с этим синус x деленным на x является давайте попробуем визуально посмотреть еще на эту теорему чуть-чуть уменьшим то есть вот у нас есть оригинальный сигнал он как раз задается как экспонента квадратичная на косинус мы из этого непрерывного оригинального сигнала хотим нацемплировать точек по которым потом реконструируем по вот теореме то есть да вот формула реконструкции это вот ровно как на слайде было то есть функция в каких-то точках умножена на синус x на x и видно что если мы вот из такого сигнала взяли всего сколько 6 11 точек то восстановим моего плохо синие то исходный сигнал пунктирная линия то установлены если мы наш шаг дискретизации будем уменьшать то будет лучше 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 вот уже почти еще чуть-чуть вот то есть вот по вот этим таком не очень большому количеству точек можно аналитически восстановить исходный сигнал но если мы начнем увеличивать частоту да вот вот этой набивки то есть будем более высокочастотный делать импульс у нас спектра будет сдвигаться по частотам вправо и нашей частоты дискретизации уже не хватит поэтому этих точек будет недостаточно восстановление будет плохое давайте посмотрим вот она уже сломалась здесь блок там здесь и на частотах более низких вот мы там понятно все классно устанавливаем начиная с какой-то частоты вот тут уже все ломается понятно закономерность давно еще его можно послушать этот импульс наверное слышите наверно как у него нарастает амплитуда окей поэтому вот возвращаемся к оригинальному нашему вопросу с какой частотой нам сэмплировать точки из непрерывного сигнала мы поняли что это зависит от того насколько высокие частоты мы хотим описывать поэтому можем посмотреть на спектр человеческого голоса он сосредоточен там от 30 или 300 герц до 3400 килогерц по сути трех тысяч с половиной килогерц или 3400 герц соответственно нам нужно сэмплировать но если вот мы самую высокую частоту хотим как бы хорошо спектр и представить чтобы в целом на таких частотах даже сигнал можно было нормально установить нам нужно сэмплировать с частотой в два раза больше поэтому для описания человеческой речи обычно используется 8 килогерц если одна секунда описывается 8000 точек а не 10 9 как на начале предполагали на 12 половины мне кажется или еще меньше даже в общем поделить на калькуляторе 125 микросекунд мне кажется план стоит оговориться что вот в самой формулировке было написано что функция содержит себе но строго ограничено то есть выше частоты b уже ничего нет в реальности но так не бывает обычно то есть всегда есть какой-то спектр который там до довольно высоких частот тянется но зависит от того насколько по модулю он там еще большой вот если там уже модуль спектра спектральной полосы довольно низкий то можно как бы им пренебречь и тем не менее неплохо восстановить исходный сигнал ну как вот здесь происходит то есть видно что тут в децибелах это логарифмическая характеристика но там некоторые логарифм от мощности отношения мощности видно что он там дальше продолжает еще бывать но как бы основные основные частоты они там в этом интервале сосредоточен при этом если вы там интересовались не знаю музыкой в каком формате она у вас хранится еще чем-то то могли видеть более высокие частоты цемплирования 24 килогерца 48 килогерц как думаете зачем если вроде речь неплохо уже ложится 8000 звуки звуки звук чищи да становится больше точек еще возможно просто человеческий голос в одном диапазоне а то что может да во первых что инструментов звуки в целом могут быть на любых частотах да и во вторых человек может воспринимать то есть зона восприятия именно на шире чем как бы зона того какие то можешь порождать частоты и действительно там могут быть какие-то музыкальные инструменты могут быть другие звуки ну и опять же понятно что там еще все таки тянется спектр то есть несколько не сказать что там ровно на 3 400 кончается поэтому распознавание речи например обычно используется 16000 герц то есть вот модели которые мы будем с вами обучать они еще там в более высоких частотных полосах могут еще что-то находить тоже да еще важно даже про что мы уже говорили что у нас часто вот такая и вот такая высокая если ее с каким-то интервалом сэмплировать на переходит в одни и те же точки если интервал там не очень большой и по сути допустим мы там решили что вот у нас частота дискретизации 8 килогерц то есть мы можем описывать только там речь до 4 килогерц при этом к нам там на микрофон могут прилетать какие-то очень высокочастотные звуки и мы эти высокочастотные звуки после дискретизации могли бы наблюдать у себя спектры то есть там был какой-то звук не знаю на там 40 килогерц частоте а мы его у себя видим там где-то на 3 из того что дискретизация было понятно такая идея такая же идея как на картинке поэтому нам нужно как-то прежде чем дискретизовать сделать фильтрацию то есть будет у нас некий некоторый фильтр который выше определенной частоты будет занулять спектральные компоненты сигнала это используется в целом как в электрических контурах так и в процессе если вам нужно например какой-то переносить например у вас есть какая-то музыка 44 килогерца вы хотите ее перевести в 8 килогерц если вы просто возьмете из этой музыки но вот с таким шажком поменьше сигнал будет плохо звучать вначале нужно наложить фильтр низких частот которые высокие обрежут мы по сути это реализовано пакетах которые там которыми мы в ходе курса будем поливать такая ремарка соответственно есть такой пакет socks он позволяет некоторые информации смотреть файлах позволяет конвер и конвертировать из одного формата другой можно посмотреть на какой-то сигнал у него один канал то есть наверно слышали когда вот много каналов говорят еще стереозвук есть один канал и другой канал то себе независимой дорожки условно могут быть вот у нас конкретно здесь один канал ну две прям две дорожки то есть они хранятся вот прям отдельными массивами вот вы можете в один наушник слушать как бы одну в другой другую да ну вот мы сейчас сидим видеоконференции здесь много участников каждый из них может поговорить и в записи но там можно по каналам хранить каждого из участников также когда вы по телефону звонить разговариваете с оператором там есть канал оператора есть канал клиент если прям вот наши с вами сейчас речь записаны на один микрофон не как если я правильно проспал я думаю ну просто если у вас есть два канала вам из него очень легко сделать один разбирайтесь складывать но нормально изучать если у вас есть именно как бы один канала зима сделать два это сложно а это там мы отдельно будем говорить какие здесь характеристики но вот важные sample rate мы обсудили вот что 16000 отчетов в одну секунду энкодинг то есть каждое ну вот одно каждая амплитуда описывается 32 битами и такая компонента есть как битрейт то есть это произведение по сути сэмпл рейта на энкодинг то есть сколько в секунду нам нужно бит для того чтобы хранить фон одну секунду к лука файл сайз в других единицах я думаю ну если вы 2 минуты и 2 секунды и 56 256 умножить на 16000 вы получите ну вот один один отсчет нет ну вот сэмпл это вот это каждая точка называется сэмплом вот у нее нет одна . 1 1 . амплитуды то есть здесь им плитную 0 здесь им плитуда 0 1 и симплитуда 0 2 понятно сколько в одной в одной секунде сэмплов вот если здесь две с две с половиной секунды то сэмплов не будет две с половиной умножить на 16000 примерно дальше хочется поговорить с вами про комнаты чтобы поговорить про комнаты вначале придется поговорить про или система системы будем понимать некий черный ящик который принимает сигнал на вход и некий сигнал на выдает может это быть например какой-то электрический усилитель то есть вас есть какая-то электронная компонента вы в него подаете какой-то электрический сигнал он ее преобразует например усиливает это будет уже другой сигнал может в том числе это быть комната то есть я вот сейчас в этой комнате говорю и там дмитрий меня слышит каким-то образом если мы будем в другой комнате то характеристики звука которые до дмитрия долетят они будут другими поэтому комната это по сути тоже такая ну можно описывать как систему такая терминология на нас будут интересовать не произвольные системы в целом а конкретный класс это вот линейные системы инвариантные к сдвигу времени про линейность мы с вами уже обсуждали когда говорили про фурье что по сути домножение сигнал на константу переводит его в константу умноженный на отклик этой системы и отклик на сумму сигналов будет равен сумме откликов это была линейность такое менее понятное свойство это вот инвариантность к сдвигу во времени то есть если у нас отклик на x это y то отклик на x t минус t большая это будет y в t минус t большая сути это означает что у нас системы нету памяти условно мы в комнате я сейчас могу громко крикнуть и после этого когда я следующий раз что-то скажу на тихий как бы голос мой эффект будет такой же как и до этого несмотря на то что я как бы громко крикнул спрятая следитья только то насколько громко крикну что выбью окно то не это свойство нарушится но в целом от времени мы как бы приблизительно считаем что не зависит не вопрос как бы вот когда это эхо продолжается во времени правда ли что то что я говорю сейчас но но модифицируется в тот сигнал который бы получился бы и без эхо то есть понятно что с эхо будет какое-то сложение нового сигнала но как бы именно отклик на новый сигнал он таким же останется или как-то изменится за счет того что эхо присутствует ну да 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 он зависит это там от вашего положения от от размера помещения от дальше послушаем там примеры будут от того там насколько стеклянная комната то он сколько стены мягкие потому что зависит то есть вы крикнуть ну вот я говорю вам тихо но это как-то воспринимаете я щас крикну после этого снова скажу тихо вы воспринимите мой тихий голос также как вот предыдущий тихий голос то есть он видоизменится за счет помещения точно так же как и до этого несмотря то что там как-то кричал ну типа того ну вот представьте у нас есть какая-то электронная схема и мы там сильно большой электрический импульс запустили она уже там да в ее свойства поменяются вот если это все маленькая то будет подругому а прошу прощения уточнения речь идет о том что акустические характеристики помещения во времени не меняются правильно мы по сути да среда соответственно у нас какие примеры в целом таких систем если мы пока про акустику не говорим могут быть это могут быть какие-то электрические схемы вот с идеальными резисторами на конденсаторами катушками могут быть механические системы то есть например вот тоже там все задачи по физике с разными там маятники маятниками например пружинными они обычно предполагали что у нас там малые колебания на пружинке действует закон гука поэтому там сила она пропорционально линейно смещению вот точно так же вот с математическим маятником там тоже обычно такие были малые колебания около положения равновесия и в таком режиме считалось что там синус тета это примерно равно тета и у нас там это все описывалось там понятным линейным дифференциальным уравнением которое было довольно просто решать ну вот отсюда опять же и разговор про то что если это какие-то сильные там отклонения сильное воздействие на систему то это уже понятно будет в нелинейность переходить на и целом среду вот которая распространяет звук можно тоже там приблизительно считать вот такой линейный и инвариантный к воздвигу времени соответственно понятно что вот эти все ограничения они вводятся для того чтобы построить какой-то аппарат вот конкретный аппарат он будет как раз импульсным откликом допустим мы хотим понять как наша система реагирует на такое элементарное воздействие мы можем это например я сейчас если мы про комнату говорим могу здесь шарик лопнуть могу из пистолета выстрелить мы знаем что это очень короткий сигнал во времени и мы смотрим как процессе распространения по комнате он поменяется то есть как среда его модифицирует ну да но по сути мы считаем что вот он был какой-то в очень коротко очень короткое событие да замеряем на нашем микрофоне там что-то более сложное что-то там убывающего времени вот это отклик по сути нашего помещения на такое элементарное воздействие что поглощается что отражается от стенок что такой свойства среды которые вот это взаимодействие это воздействие через себя пропускает ну все вместе просто для нас самое главное но вот эту штуку замерить то есть как вот на элементарное воздействие система реагирует ну а дальше мы дальше обсудим зачем вот но как бы как замерить в целом понятно вроде плюс если мы гаранты на какую-то на механическую систему то есть если там представьте какой-то огромный математический маятник таким огромным шаром можно у него выстрелить из пистолета тоже он приобретет импульс мгновенно очень короткий и начнет как-то вот релаксировать мы посмотрим как вот он этот импульс отреагировал эта система соответственно зная вот такой отклик на элементарное воздействие мы в целом можем описать распространение произвольного сигнала через эту систему то есть в том числе вот человеческой речи почему одна из таких интуиций что вот у нас есть какой-то сигнал непрерывный мы его с какой-то частотой дискретизуем и пропускаем через систему поскольку мы говорили что у нас есть линейность то вот ну это по сути такое элементарное воздействие умноженное на какой-то коэффициент и она перейдет в отклик с вот этим коэффициентом но изменение амплитута во времени ну и по сути мы знаем что вот теперь если мы берем какую-то небольшую компоненту из нашего сигнала что она перейдет в отклик на элементарное воздействие с масштабированной амплитудой масштабируется потому что система линейная мы считаем точно также вот этот период исходный этот тоже исходный и опять видите что вот был там один импульс с такой амплитудой потом следующий мы говорили что вот есть вариант ко времени то есть отклик на уже второй импульс будет точно такой же как на первый только от масштабированный на свою амплитуду но в некоторых приближениях считается что так но складываем его отклик с коэффициентами исходной амплитуды по сути ну вот выход в общем распространение какого-то сигнала в системе нам будет равна суперпозиции вот этих откликов ну да да сумма вот этих всех но это вот первая мотивация почему в целом вот этой ну эту штуку называют импульс респонс то есть импульсный отклик там в контексте комнаты называют room импульс респонс то есть отклик комнаты первая мотивация такая почему его одного достаточно чтобы описать эволюцию сложного сигнала в этом помещении 2 мотивация мы с вами сегодня видели его здесь уже здесь что если есть какой-то короткий сигнал то у него спектр максимально широкий все частоты подпрыгнули и по сути у нас на входе вот здесь здесь точнее у этого сигнала спектр максимально широкий с него есть там все частоты ну вот у этого сигнала временного очень короткого спектра будет очень большое количество частот и пропуская его через систему там какие-то частоты могут усилиться какие-то частоты могут занулиться то есть там вообще не проходит через систему то есть у нас вот y от t он по сути в себе содержит эволюцию там каждой частотной полосы поскольку здесь они были там все здесь их сильно меньше но это как бы вторая такая интуиция почему одного импульса отклика может быть достаточно для описания там в целом довольно сложных разных сигналов конкретную конкретной среде вот то есть как мы обсудили что это исходный сигнал xn разбивается вот на такие xk умножить на дельту для дельты мы знаем что она переходит в h получается что у нас y это x от k умножить на h от n минус k ну и опять это получается что он напоминает вот эта операция когда есть сумма пока k и n минус k ну вот сверт куда мы с вами там вспоминали по сути для того чтобы почитать выход из такой системы нужно взять исходный сигнал и почитать его свертку с h от n минус k ну с откликом да давайте попробуем здесь послушать то есть вот есть исходная музыка есть импульсный отклик где-то конкретно взяли и выстрелили и посмотрели как этот выстрел записался на микрофон и теперь мы можем взять этот исходный сигнал посчитать его свертку с вот импульсным откликом и у нас получится аугментированная музыка ничего не поняли в чем именно но не шум ты эмулировал воспроизведение в конкретном помещении вот это была чистая музыка да она вот как ее записали вот то что вам в наушнике обычно играет а вот эта штука она уже как будто бы там я пригласил вас на концерт в какую-то комнату и вот как мы будем слушать эту музыку на этом концерте то есть по сути вот ваш ваш импульсный отклик комнаты это такой отпечаток пальца если он для конкретного помещения свой и зная ну потому что выстрел это такое единичное воздействие то есть очень короткий процесс дальше мы записываем на микрофон как этот очень короткий процесс эволюционировал при распространении в этой комнате а сейчас мы с помощью короткого процесса поняли как эволюционирует он в данной комнате да получили как-то условно закон по которому звук в целом будет в данной комнате эволюционирует ну вот со всеми теми приближениями про которые я говорил надо да причем любой с простым преобразованием можем получить но тут смотрите что нам нужно да во первых зачем я про это рассказываю есть распознавание речи например да и например мы там делаем колонку колонку могут ставить в огромном количестве разных помещений каждая со своей акустикой поэтому в целом во время обучения модели нам имеет смысл делать агментацию это другое нет нет в общем вместо того чтобы пытаться там под каждую конкретную комнату подстроиться владельца колонки лучше во время обучения сделать модели рабастный к любому звуку то есть целые библиотеки вот этих импульс респонсов там для самых разных помещений ну и даже вот конкретно там том что я вам хотел показать вот это важно было но она потом вот есть целой библиотеки этих импульсов и можно послушать там некоторым great холли как стреляют в классе в котором вот на школьники учатся октагоне некоторым и соответственно но вот разные этот импульс и отклик наложить на один и тот же сигнал тут в целом видно что он даже по вы форме отличается но на звук не знаю во первых особенно людям кто в трансляции звук приходит еще с откликом нашей комнаты в этой переговорке поэтому там уже все перемешается но в целом вот и помимо того что эти импульсы можно там в разных помещениях примерить и записать и многие люди так уже сделали есть еще целом теория как можно по параметрам комнаты предсказать ее импульсный отклик то есть вы там вводите скорость сохранения звука в этой комнате ее размеры и это может быть покрытие где где расположен источник где приемник звука и там есть модель которая показывает позволяет оценить импульсный отклик поэтому есть есть утилита по опусте которая позволяет это приблизительно делать там разные типы ты расставляешь комнату расставляешь источник до расставляешь приемник у тебя будет там симуляция импульс респонса напасе детали и соответственно можно с помощью нее себе неограниченное количество этих импульсов на генерить аугментировать ими обучающие данные и по сути сделать модель распознавания рабастный к произвольному звуку с точки произвольном помещении вот ну и в целом статье гугла это было стени здесь показывают но если вы колон колонку перед ставите если вы там двери закройте откроете если вы там еще что сделаете штора откроете закройте шторы там поглощает хорошо некоторые часа не знаю импульс респонс комнаты меняется я это отвалил даже когда руками просто двигала вот на колонку там что-то записывал и двигаешь руками на свептоне у тебя там прям видны провалы по частотке то есть это такая динамичная штука достаточно и их консилейшн который работает он адаптируется постоянно под комнату считается что эта штука двигается немножко плавает но и тут мы как бы при я привожу примеры с распознаванием да что вот есть baseline модель у нее плохое качество есть модель обученная с вот этим симулятором не этом качество гораздо лучше но распознавание бог с ним как считаете вот какие есть еще задачи со звуком где train у нас всегда прям чистый чистый звук на тесте пользователи всегда будут там максимально шумные записи подавать не наш шума шумодав его как бы можно и учить вот есть чистая запись шумом сделай просто чистую запись а тут у нас именно но в трейне довольно тяжело собрать эти то есть настроение только чистые чистые есть вы были по любому пользовались этим приложением неоднократно я думаю даже разно шазам да то есть понятно что у вас есть какая-то музыкальная база там миллионы треков они все там студийного качества хорошего но при этом использовать систему будут как раз там максимально вне тепличных условиях там в кафе в барах не знаю еще где-нибудь и это всегда будет максимально но там разные помещения поэтому импульс респонс это одна из аугментации таких которые первые в голову приходят при обучении таких моделей да поговорили про респонсы и зачем это полезно давайте поговорим про цифровые фильтры что под ними понимается то есть это компонента которая позволяет нам модифицировать сигнал или извлечь некоторую из него информацию которая нам интересна то есть вот мы до этого говорили что бывает полезно частоты фильтровать то есть оставить только там низкие частоты вот иногда бывает полезно еще какое-то знание сигнале приобрести например там оценить какой тренд в нем сходящий нисходящий поэтому собственно фильтр называется что извлечение информации или модификация почему цифровой потому что у нас с сэмплированные точки как мы обсуждали то есть сигнал дискретного времени в целом там фильтров большая таксономия то есть есть там с конечным импульсным откликом с некоторым порядком п то есть у нас выход у y зависит только от входа x и не зависит там от y минус первого соответственно здесь произведение с некоторыми коэффициентами вот вам можно такую формула записать ну вот эти w от нулевого дп это параметры фильтра собственно поэтому фильтр порядка п примера можно рассмотреть скользящая средняя вот у нас был исходный сигнал мы его прогнали через скользящая средняя он получился таким более гладким что с ним произошло в спектральном представлении такие ну то есть это low pass фильтр то есть фильтр оставил только низкие частоты соответственно у него n коэффициентов каждый этих коэффициентов единиц на н соответственно вот как это было во времени то есть красный это исходный сигнал черный модифицированный вот в спектральном представлении точно также красный это спектр оригинального сигнала черный вот сглаженного здесь логарифмический масштаб видно что на низких частотах они там идут примерно одновременно одинаково вот там у черного высокие частоты цены занижены примерно там на порядок как считаете почему но только на порядок почему-то мне в 10 минус 5 она идет не в 10 минус 6 дальше это будет да по сути вот у нас если было такое преобразование то мы накладываем фильтр с такими коэффициентами единиц на н и этот фильтр он по сути такой прямоугольное окошко да были нолики и в ограниченном количестве точек в последних это единиц на н согласны не просто единиц на н вот у нас по сути арифметическое среднее то есть это эквивалент на фильтр у которого все коэффициенты единиц на н ну или вот это преобразование эквивалентно тому чтобы умножить входной x на такой вектор скалярно которого часть будут единиц на и на все остальные нолики такое прямоугольное окно по сути если мы во времени такие штуки умножаем то в фуре пространстве как мы обсуждали надо свертку сделать их free образу то есть free образ x это вот этот исходный красный free образ нашего фильтра то есть free образ по сути окна да с которым мы сглаживаем он вот с такими максимум то есть это синус x ну там по модулю в квадрате слабо поэтому если мы такую свертку сделаем то и получится что вот у нас он будет медленно довольно убывать поэтому лучше использовать при таком сглаживание необычное вот такое прямоугольное окно гауссово потому что вот у гауссова free образ лучше и такого не будет давайте посмотрим тоже на визуализации то есть вот наша оригинальная функция на экспонента в какой-то степени вот степень можно варьировать то есть вот в квадрате да просто гаусс в четвертой степени он такая более крутая становится и в пределе выражается в ступеньку мы можем ее сглаживать с помощью но целящего среднего обычного вот так окно 3 там окно 5 7 9 до 13 15 вот даже с окном 17 но видно что все равно как бы остаются вот эти лепестки они конечно уменьшились но они остались даже в линии на масштабе их видно на высоких частотах если мы переключаемся на гауссово окно то здесь их нет исходное прямоугольное окно не гауссово окно потому что у гаусс гораздо лучше free образ да то есть она у нас стоило пояснить до словно серединка этих точек берется с максимальной амплитудой по краям вот минимум при углу при сглаживании я бы добавил еще что окон их много вообще разных вообще цифрообработки они там от задачи зависит какая нужна то есть там есть хэмминга хана кайзера то есть них разные боковые лепестки разные ширина основного лепестка разные подавления в общем там это сложная большая тема но гаусс это вот один из таких вариантов универсальных наверное ну в общем зависит от задачи они часто используются для там расчета фильтров считаешь импульсную туристику какая тебе нужна девушку и обратный на окошко умножаешь все красивенько ну там или какой-нибудь с перекрытием расчет чего-нибудь там ппф чак но это хорошо ну вот за счет то что нолики по краям она не дает всплесков все гладенькое получается потом по спектру и совсем просто согласен еще окна самым понятного такую штуку что фильтров много они бывают разные единственная их проблема но такого как бы ванильного цифрового фильтра что у них есть ограничения то есть может у нас шум варьироваться может у нас быть перекрытие самого сигнала и шума то есть мы тогда не сможем например сделать какой-нибудь low-pass фильтр то есть на некоторых частотах высоких сигнал обрезать потому что там и полезная составляющая есть плюс вот конкретный такой цифровой фильтр с постоянными коэффициентами то есть там единицы на n или вот там по гауссу распределенными но никак нельзя подстроить под неизвестные нам параметры которые но неизбежно появятся соответственно про комнату говорим поэтому есть адаптивные фильтры по сути это тоже цифровой фильтр но к которому веса никак бы не фиксированные заранее там подобраны и рассчитаны они меняются в процессе работы системы давайте для примера как раз такого цифрового фильтра адаптивного рассмотрим задачу подавление акустического эха смотрите мы сидим с вами в видеоконференции вот какой-то человечек на этом конце допустим и идет сигнал от него xat он там попадает мне на динамик например только что виталий говорил и и кстати озвучивался там распространялся по комнате смешивался с вашим шумом долетал до микрофона пока он это сидел он уже из икса перешел в н и есть моя речь то есть я сейчас сижу говорю тоже в микрофон ноутбука сигнал некоторые с и на микрофоне после тебя не складываются да и ему моя речь но при этом скорее всего виталий слышит только мою речь то есть свое эхо он не слышит соответственно каким-то образом после того как микрофон записал смесь этих сигналов нам нужно оценить вот этот м теперь с крышкой и вычесть его из записанного на микрофон сигнала игре то есть игрек это вот уже смесь двух мы из этой смеси хотим вычесть нашу оценку распространенную по помещению икса и тогда получится но вот некоторый сигнал я который уже передадим дальше нам по конференции это вот если мы говорим такую видеоконференцию если говорим про именно колонку то из колонки может музыка играть мы тоже мы заранее знаем какая музыку мы подаем на этот динамик и когда мы там в эту колонку говорим салют она записывает и ключевое слово салют эту музыку чтобы нам это как-то салют поймать нам надо эту музыку оценить фильтром и вычесть и такая вот вопрос как это сделать как вот но мы только что обсудили что вычитать диапазон частот это плохо потому что в одной той же частотной полосе могут быть как шум и так и музыку ну как словно человеческая речь идет из ноутбука и я говорю про человеческую речь они нас смешивается если мы там какой-то попытаемся спектральный диапазон вырезать то но ничего хорошего это не кончится нам надо именно как-то сделать оценку вот этого n и его вычесть поскольку мы знаем что мы подавали на динамик что не пойму пока идея другими что-то не подавить наш звук который подается именно вот это ехо чтобы динамик чтобы микрофон не все записывал раз он раз мы говорим адаптивный фильтр значит эти вот его веса они тоже как-то от времени зависит то есть она будет сейчас придумать какой-то алгоритм обучения александр мы знаем какой звук сейчас транслируется на динамик да какая модель ну да то есть берем выбираем некоторое окно то есть считаем что мы смотрим там на последние тысячи точек например сигналов эти тысячи точек но тысячи это будет порядок нашего фильтра эту тысячи точек умножаем на веса получаем некоторую точечную оценку и она должна как бы ну вопрос теперь да что она должна делать как вот нам ошибку распространить обратно к весам то есть ну что нам нужно максимизировать или минимизировать до любое или когда я сейчас сказал микрофон и через секунду мы все убираем ты чтобы сигнал вас динамика не шло обратно микрофон модифицированные помещением на вот эта задача для колонки прям супер актуально потому что музыка постоянно играет и ты ее должен вот остановить микрофон к спикеру находится очень близко и мощность самого спикера звука колонки в микрофонах она огромна она там несколько десятков децибел больше чем именно речь пользователя вот если взять сырой микрофон на колонке там невозможно сетку никакую обучить там человек не услышит то есть это кого-то аналитически можно как-то решить вот таким способом мы минимизируем именно разницу как разница распределений того чтобы у нас появился и виктор подсумированный звук и то что мы предсказываем не по сути наверно должны это прикол да что мы с не знаем то есть мы не знаем что нам предсказать значит начну надо что-то с е делать вот и но тут такая наверное когда в первый раз над смотришь кажется не очевидно но я надо минимизировать простое это тот сигнал который вы дальше отдаете и вы его минимизировать как будто бы звучит парадоксально давайте посмотрим тут все те же самые обозначения так вот мы от ты непрерывно перешли в дискретным индексом к то есть нас яката это разница между игре катом и n с крышкой катом вот и ну можно записать да мы же как оцениваем то есть есть скат и она складывается с n катом вычитается n с крышкой кат и возводимся в квадрат есть первое слагаемое в квадрате второе слагаемое в квадрате и перекрестный член считаем от ожидания первое этом от ожидания самого сигнала с то есть такая ну по сути что-то вроде там энергии мощности второе это ну по сути не идеальность нашей оценки то здесь мы из n катого вычитаем n кат с крышкой да то есть чем она больше тем хуже как бы наш фильтр работает и плюс сумма с перекрестным членом речи с катая и вот этой невязки n катого n катого с крышкой поскольку мы считаем что ну это либо разная речь либо это вообще там n это музыка а с моя речь то вот эта штука при усреднении она переходит в ноль потому что это не сигналы не коррелирующие друг другу то что с динамика идет и то что я хочу в микрофон сказать поэтому в среднем получается что яката это у нас складывается из мат ожидания с квадратикатова и мат ожидания вот разницы между как бы реальным n и нашей оценкой поэтому если мы будем минимизировать и в квадрате катая то как бы на это мы никак не повлияем это константа а вот эту штуку мы будем минимизировать тоже таким образом у нас сам сигнал на ну вот здесь и он будет по мощности своей уменьшаться но при этом отношении сигнал шум она будет улучшаться потому что сам сигнал мы как бы не трогаем а вот именно шум пытаемся уменьшить что такого алгоритма как предлагали уже да будем n катая с крышкой искать в виде линейной комбинации весов w и x катого и ну по сути наша задача будет минимум найти по w соответственно градиентный спуск гипер параметры алгоритма это вот new learning rate плюс w это размер окна нашего читаем градиент и вы его то есть правило для обновления писал фильтра то есть стартуем с некоторого 0 и дальше выката это таким образом меняется давайте посмотрим на каком-то примере собственно да называется эта штука lms лист мин скверс такой самый самый простой алгоритм для цифрового фильтра вот у нас есть окошко такого размера есть learning rate тоже их там можно отдельно подбирать ну сколько точек мы учитываем то есть фильтр вот порядка две с половиной тысячи не не sample rate но от у нас на 16000 и вот две с половиной мы учитываем то есть можно почитать сколько это в секундах соответственно вначале у нас w из 0 состоит можно спать что он там не сразу такая штука тоже есть вот и ну опять же понятно вот тоже про что уже говорилось что как бы в процессе вот этого распространения сама среда по себе может меняться поэтому наш фильтр он должен прям каждый отсчет изменять и поэтому здесь вот по сути каждый ей то он со своими весами считается и мы их обновляем во время каждой итерации давайте посмотрим на какие-то примеры да вот сигнал на динамик просто музыка вот сигнал на микрофон не знаю слышали там слабые во первых слышно что это уже даже сама музыка изменилась на потому что это помещение во вторых в нем слова есть и если вот мы применяем ломас этот алгоритм то вот то что микрофон записал это синяя желтая это то что получилось обратите внимание здесь можно как-то показать лучше в самом начале она но идет одинаково потом постепенно вот фильтр адаптируется и уже видно что и нам придут другая совсем до у сигнала и какие-то куски видны но похожие на речь давайте попробуем послушать ну и такой же пример есть на как раз дабл толк называют когда вот есть один спикер и потом другой спикер то есть вот первый спикер сказал что в итоге попадает на микрофон потом здесь он не молчал честное будет спикер почему ну они не перекрестны но вначале говорил первый потом второй потом первый и спикер который как бы со мной на связи он сам себя не должен слышать то есть первого спикера мы должны вычесть из этого сигнал понятно ну то есть вот здесь микрофон записал как бы но по сути и динамик и мою речь если спикер второй если мы применяем фильтр то вот в начале начинает подавляться первый спикер потом вот где второй она остается и в конце тоже вот и 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 окей есть вопросы по этой штуке как считаете как качество оценивать такой штуки если мы колонку делаем то для чего мы делаем подавление да то есть если мы говорим про сценарий в колонках ну опять же есть разное количество метрик то есть есть echo return loss enhancement то есть допустим у нас сценарий когда вот просто колонка в какой-то изолированной комнате с тишиной и речи никакой нет шумов никакой никаких нет и вот м это действительно все что попадает короче y равен и попадает только шум вот и тогда у нас е он должен быть там наиболее близок к нулю и вот если это так в этом сценарии вот эта метрика метрика early она показывает условно насколько мы от исходного игрека мы подавили я есть там еще более сложная метрика связанная вот с перцепшил эволюционов спич полиции песк но по сути этому как вот в одном из соревнований показывалось они не так хорошо коррелируют с человеческой оценкой то есть насколько человеку нравится именно вот речь после такого подавления эхо корреляция пирсона корреляция ранговая спирмана ну и как бы песк сильно лучше но тем не менее как бы еще далек поэтому обычно оценивают либо с помощью краудсорсинга вот minopinning score можно человек может выбрать там по инструкции насколько там ему нравится звук либо да если мы делаем колонку именно у нас компонента там аек и в целом speech enhancement он служит для того чтобы споттер лучше работал поэтому смотрят на detection error trade of то есть сколько у нас там false reject of при фиксированном false акцепте то есть как плохо колонка меня понимает если она фалсит там не больше стальки ну и дальше на бортера рейд то есть насколько хорошего модели распознавания после такого шумоподавления работает да это целом на сегодня все есть вот дополнительные материалы виде статей и выступлений мы сегодня говорили несмотря на то что начале слайдов была картинка с несколькими микрофонами но то что мы здесь и я как аяк работал все использовал один микрофон была статья от гугла который называлась hot word cleaner где они использовали уже систему из нескольких микрофонов у нас это тоже было реализовано и вот как раз виталий который сегодня с нами на встрече рассказывал на одном из метапов по адаптации этого алгоритма к нашим колонкам помимо этого был челлендж microsoft проводит и двадцать втором году и двадцать третьем как раз по по подавлению акустического эха ну вот мы сегодня говорили именно про обработку сигналов такие базовые подходы может показаться что это решенная задача но тем не менее там активно применяются дополнительные нейросетевые компоненты в пайплайне там есть задачи типа резидуал эхо-супрэшн и неурал акустик ахо-концелэйшн вот и в частности в таких челленджах предлагают новые подходы ну вот сам google там целая группа есть которая вот такими методами занимается и вот что двадцать третьем что двадцать четвертом году про это публиковали как раз там схему из нескольких например вот в этой статье там начали именно линейный акустик ахо-концелэйшн после него еще нейросетевой и в целом сейчас набирают популярность подходы когда у нас именно компонента speech enhancement учится вместе например с архитектурой и распознавания то есть именно в нее протекает градиент так чтобы там вместе с и саром хорошо работает по единый end-to-end модели вот да прошу прощения у меня просто это уже такое автоматик спич рекогнишн ну распознавание речи в общем да спасибо за внимание он целом удаляется то есть можно версия но с учетом так вот все тех же там ограничение процессора первой темы памяти и всего остального шум внешней среды это вот отдельная сдача там ну понятно как бы в чем легче акустик ахо-концелэйшн что вы примерно понимаете какой сигнал да и сейчас из динамика идет вот когда там у вас может быть произвольный шум там тем более надо всплески его иногда нет как бы это отдельно на решается да наконец под конец мы с вами обсуждали про то что ну вот есть звук звук описываться какими-то частотами конкретно там для каждой ноты соответствует какая-то ее тоже частота здесь они в герцах перечислены и можно пробовать запускать какие-то простые мелодии если как каждая частота будет замечать какое-то количество времени и между ними будут паузы например вот так вот на этой ноте предлагаю расходиться если у меня больше вопросов спасибо спасибо за внимание